Десна ТВ Новости Десногорск поддержал национальную сборную Это было здорово на самом деле И в первую очередь сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим жителям за то, что они объединились Болельщики убрали за собой мусор Этот день он между двумя праздниками Вчера допустим был праздник поцелуев Особая свадьба в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности Именно любовь и верность сохраняет семью Награды за многолетнюю любовь Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее В субботу, 7 июля в Сочи на арене Фишт состоялся, пожалуй, главный четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года В противостоянии сошли сборные России и Хорватии Национальную команду поддерживала вся страна В Десногорске на городской эстраде была организована онлайн-трансляция Более тысячи болельщиков пришли в этот вечер на площадь, чтобы зарядить своей энергетикой российских игроков Наша съемочная группа стала свидетелем этого фееричного события Подробности смотрите далее Такую возможность посмотреть матч под открытым небом Десногорцам организовали администрация города и руководство Атомтранс при поддержке Смоленской атомной электростанции Специально для этого события наша телекомпания проложила кабель на сцену и предоставила сигнал Горожане были рады воспользоваться таким шансом Эта площадь еще никогда не видела такое количество единомышленников Крики России возникают спонтанно, но одновременно Национальный праздник, наша сборная впервые в истории современной России в четверть финала чемпионата мира Это уже стало сенсацией 21 века Сборная России, подгоняемая криками болельщиков, начала матч с высокого прессинга В первом тайме Россия вышла вперед благодаря чудесному голу Черышева Но еще до перерыва Краморич восстановил равенство Площадь гудела и ревела вместе со всей страной Даже дождь не пугает болельщиков, никто не разводится, все смотрят на экран Сергей будет разводить атаку, у Сергея Игнашевича очень хороший первый пас Каждый выпад хорватов болезненно воспринимался болельщиками До последнего десногорцы верили, что победа будет за сборной России Хотя понимали, что соперник довольно силен Я надеюсь, конечно, и очень уверен, что победит сборная России Это безусловно, должно быть так Но, конечно, хорватов я не могу исключить, потому что это очень сильная сборная Но будем надеяться и болеем за наших, что Россия чемпион Судя по всему, хорваты сильнее, если честно Мы всей семьей, да, конечно, болеем Это же такое событие Четвертьфинал, выход в полуфинал, такая возможность А ты как думаешь, кто победит? Россия Конечно, Россия Мы здесь в Белоруссии и переживаем за это Вообще даже никаких сомнений Ура! Россия вперед! Здесь тысяча человек В Десногорске столько людей не набиралось На День молодежи, на все праздники Тут пришли на этот матч тысячи человек И мы ждем и верим, честно Полуфинал наш! Наш! Россия вперед! Россия! Давай! Давай! Основное время так и закончилось в ничью И встреча перешла в овертайм В первые 15 минут забитым мячом отметился вида Что привело в движение толпу Но за несколько минут до конца матча Россию спас натурализованный бразилец Марио Фернандес Восторгу болельщиков не было предела Ну а потом, как и в матче с Испанией Пришлось бить пенальти Это уже была лотерея В которой 11-метровые удары Не смогли реализовать Смолов и Фернандес Акинфеев старался, но вытащить команду не смог В итоге 3-4 в пользу хорватов Сборную России вряд ли теперь хоть кто-то упрекнет Наша команда фантастически выступила на чемпионате мира Пробилась в четверть финала И лишь из-за случая не прошла дальше Дорожным ямам готовят новые изменения Дорожные и коммунальные службы теперь будут обязаны Быстро латать ямы, чинить знаки И очищать тротуары по новым правилам Правительством утвержден Новый год С требованиями к эксплуатационному состоянию дорог и улиц Существенно сокращены сроки, выделяемые на ремонт Даны более четкие понятия выбоин и повреждений Вводится обязанность убирать посторонние предметы с проезжей части Новые правила вступят в силу с 1 сентября Эксперты документ поддержали, отметив, что основная тяжесть проверок дорожников Ляжет на госавтоинспекцию Отшумели спортивные страсти болельщиков Как отметил исполняющий обязанности главы Александр Новиков Десногорцы на площади во время трансляции матча Россия-Хорватия Вели себя достойно Это было здорово на самом деле И в первую очередь сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим жителям За то, что они объединились, за то, что они пришли За то, что они соблюдали все нормы этики Это было просто супер, энергетика была бешеная Мы сами стояли, мы сами находились на площади И вот этой энергетикой подпитывались невероятно По окончанию матча группа болельщиков привели инициативу Убрали весь мусор и за собой, и за теми нерадивыми, скажем так, болельщиками Площадь после окончания матча была чистой, убранной За что еще отдельное спасибо Смоляне принимают участие в четвертом всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2018» Свои работы личностных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности Уже прислали свыше 470 участников из 46 регионов страны В числе конкурсантов представители Смоленской области Данное мероприятие направлено на повышение цифровой грамотности среди людей старшего поколения Популяризацию портала государственных электронных услуг госуслуги.ру А также массовое обучение компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов Для участия необходимо написать небольшой рассказ по теме одного из направлений И заполнить анкету-заявку в срок до 8 октября Организаторы также определят самый активный регион 8 июля – День семьи, любви и верности Праздник, который выбирают влюбленные, чтобы скрепить свой союз узами брака В Десногорске бракосочетания проходили накануне, 7 июля Администрация города сделала все для того, чтобы этот день запомнился молодоженам навсегда Свадьба – это то событие в жизни, память о котором мы сохраняем на долгие годы Регистрация брака знаменует собой начало нового периода в жизни Поэтому вполне понятно желание молодожен скрепить свой союз подписями в особый день Для оформления отношений все популярнее становятся дни, связанные с влюбленными Одни пары выбирают это время из-за красивой даты Другие верят, что день заключения брака поможет создать прочный семейный союз И таких пар с каждым годом становится все больше Сегодня 7 июля 2018 года, в канун всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности В отделе ЗАГС города Десногорска было зарегистрировано 7 пар И первой парой, которая была зарегистрирована, оказались супруги Шуровы – Алексей и Надежда Первую пару, которая регистрировалась в этот день, поздравлял заместитель главы города по экономическим вопросам Антон Шестеряков Дорогие Алексея и Надежда, я от имени администрации муниципального образования города Десногорска Себя лично поздравляю вас с этим торжественным, знаменательным, прекрасным днем Я желаю, чтобы с годами ваша любовь становилась только сильнее И чтобы этот день, часто приятно говорить, пусть он будет самым счастливым Пусть самыми счастливыми будут все дальнейшие ваши дни Любви вам, верности и счастья Пойдем с вами Антон Викторович вручил молодым свидетельство счастливым молодоженам самой красивой пари Десногорска День свадьбы – один из самых важных в жизни Красивый, запоминающийся, наполненный счастливым волнением и любовью Конечно же, в этот день невеста ослепительно красива Жених – самый влюбленный Родители, поздравляя своих детей, не сдерживают слез радости Этот день, он между двумя праздниками Вчера, допустим, был праздник поцелуев Завтра будет праздник День любви и верности Ну, а сегодня праздник Ивана Купала Потому что запоминающаяся дата 7, 07, 18 Так как цифра 7 нас связывала очень много в жизни, она у нас постоянно присутствует Наши дети выбрали еще это число, потому что у них день рождения 17 ноября У того и у другого То есть сплошные семерки, пусть принесут они им счастье Но самое главное, они сами должны строить свое счастье Все в их руках По традиции, после регистрации брака свадебный кортеж проехал почетный круг по городу И молодые отправились отмечать начало новой совместной жизни Соблюдая все традиции с бросанием букетов и подвязок Каждая пара, создавшая в этот день семью, верит, что их брак свершен на небесах И их ждет долгое, счастливое совместное будущее Смоляне отметили День рыбака состязанием в Центральном парке Любители рыбной ловли собрались в Лопатинском саду областного центра Призовые места в состязании получили те, чей улов оказался самым тяжелым А кубы главы города достался за самую большую рыбу В следующем году организаторы полюбившихся о смолянам соревнований Планируют ввести изменения в правила Кроме призов победители смогут унести с собой и свой улов Ну а пока вся выловленная рыба по традиции была отпущена обратно в пруд День семьи, любви и верности, он же День Петра и Февронии Муромских Молодой всероссийский праздник, имеет давнюю и очень интересную историю Этих двух святых считают покровителями счастливой семейной жизни В Десногорске уже сложились свои традиции, связанные с этим праздником Мы расскажем о них подробнее В Десногорске День семьи, любви и верности отмечают особенно Как общегородской праздник на Центральной площади У нас в этот день принято чествовать семьи, которые прожили в браке более 25 лет В этом году на сцену пригласили семьи Комаровых, Филатовых, Елисеевых, Новиковых, Черновых и Леоновых Вручали награды депутат Смоленской областной думы, почетный гражданин Десногорска Михаил Лосенко Заместитель директора Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий И исполняющий обязанности главы города Александр Новиков Семья – это святое Именно любовь и верность сохраняет семьи, например Желаю вам, вашим близким, здоровья, счастья, любви, верности, теплых Всего-сего вам наилучшего С праздником, дорогие друзья! Есть в Десногорске две семьи, которые прожили в браке более 50 лет Семьям Шубаревых и Раковых вручали медали за любовь и верность В праздничной программе принимали участие актеры детского театра «Гном» и гости из Смоленска Лауреат всероссийских и международных конкурсов фолк-группа «Кудесы» А теперь о погоде 10 июля в Десногорске будет облачно с прояснениями Днем плюс 24, ночью плюс 16 А на сегодня это все новости Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте desnadefistv.ru С вами был Виталий Волков Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова